доброе утро несмотря на то что видео началось картинки джипа сегодня абсолютно никакой не джип путешествие джип сегодня остается на стоянке сегодня у нас короткий пеший водный поход по ручью нахальки бутын примерно один километр по воде в общем продолжайте смотреть если вы еще не подписались подпишитесь в конце обязательно напишите какой-нибудь комментарий спросите что нибудь я вам что нибудь отвечу не забывайте ставить лайк в общем поехали место это называется парк амайонод но сам парк амайонод мы не идем и пойдем именно по руслу ручья нахальки бутын приезжать сюда стоит как можно раньше сейчас 9 утра стоянка еще можно сказать пустая а потом на выходе попробую не забыть снять что будет складываем наши вещи в непромокаемый пакет непромокаемый пакет складываем в непромокаемый рюкзак и идем в поход вода здесь настолько прозрачная что видно все дно людей пока не очень много но вполне может быть что будет и больше вначале не совсем глубоко по пояс но потом вода дойдет прям души и есть места где можно уйти с головой под воду но в целом весь маршрут проходим пешком для среднестатистического человека ой у муха малиния ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иви хочет на землю, но нашла Алену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все пришедшие люди сюда постепенно, так скажем, размазываются по-рускому. И, в общем, оказывается, что людей практически нет в воде. Хотя позже, может быть, будет больше. Но сейчас очень хорошо, никого нет. Тут и там встречаются отдельные группы людей. А так в целом идем абсолютно одни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как-то подскакиваешь. Я на одной ноге, он на колени стоит. А, на колени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде бы после похода по воде должна быть чистая собака. А у нас собака-свинья. Закончили, прошли по Нахальке-Буцим. Очень классный маршрут. Коротенький, примерно 800 метров. По течению идешь, вода прохладно, неглубоко. Максимум вот так вот. Но у нас в конце, в самом конце, случилась трагедия. У Алены как-то часы зацепились за ремешок, отстегнулись и утонули в Нахальке-Буцим. А мы сейчас вышли, идем, хотим пройти по маленькому ручью Шукек. Там совсем мелко, чуть ли не по щиколотку. Вот, тоже прохладно, но сто в тенечке. Ну и плюс еще остановимся в паре таких маленьких бассейников. Бега. Бега. Вот так выглядит источник Энн. Ну да. Такой бассейн неглубокий, по колено, по пояс. В тенечке, столики есть, грошица. Такие вот старые развалины моста. Пойдем по ручью Нахаль-Шокек. Называется Мокрая тропа. Воды по шоколадку и идем по против течения. Смотри, кто в какую сторону идет. Мокрая тропа. Мокрая тропа. Мокрая тропа. Мокрая тропа. Мокрая тропа. И еще один водоем, источник с водопадами. Еще один водоем-бассейн, переполненный людьми. Здесь, как видите, людей очень много по сравнению с ручьем на Ахальки-Буцин, где мы шли. В общем, кто не хочет ходить, может взять вот такие вот гольф-кары и перемещаться здесь между всеми водоемами и ручейками. Чем, в принципе, и пользуются многие из пришедших сюда. Но мы любим, как Староверы, Старограды, ходить пешком. В общем, прошло 2 часа, и узнаете стоянку, вся-вся-вся она забита. В 3-4 ряда стоят, в 5 этажей все машины. Это я к тому, что если приедете рано, не паркуйтесь в начале, паркуйтесь ближе к выезду, чтобы не стоять вот так вот в пробках. Когда пешком идти быстрее, чем ехать на машине по этой стоянке. Вот такой получился маршрут. Сегодня такой выпуск мокрый, водный. Все подробности, как сюда приехать, где запарковаться, как найти и как идти, как всегда в блоге, по ссылке в описании. Там будет и карта, и точка для вейза. В общем, не забывайте еще раз подписываться, делиться с друзьями, рассказывать и заходить в блог. Все, бай-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова